Игорь Иванович, здравствуйте. Обогатительная фабрика номер 14. Остановлена на длительный ремонт. Расскажите, на каких участках планируется провести и какие мероприятия? Традиционно ремонтная работа будет проводиться на всех участках без исключения. Основной объем работ мы планируем на восстановление металлоконструкции конвейерного транспорта, перегрузочных устройств, обшламливающих воронок и обогатительного оборудования. По участкам обогащения планируется ремонт двух основных обшламывающих воронок, трех единиц конвейерного транспорта, то есть полностью замена всех металлоконструкций, ролика, опор и всех сопутствующих составляющих. По участку доводки объема работы в принципе мало, основное это замена РЛС. Ремонт запланирован с 24 июля по 7 сентября. На ремонте обычно мы задействуем всех подрядчиков, получается, алмаз техмонтаж, ЦФГТО, АЭМ, МНУ, алмаз автоматика. Специалисты фабрики также будут задействованы. Если бы на предприятии не проводились длительные ремонтные работы или профилактические ремонты, как бы это повлияло на обогатительный процесс? На самом деле сложно представить себе обогатительный процесс без проведения ремонтов. Любое оборудование, как правило, требует к себе внимания. То есть без выполнения каких-либо текущих капитальных ремонтов невозможно было бы выполнить плановые показатели. Егор Иванович, установят ли в период остановки фабрики на предприятии новое современное оборудование? В период остановки из основного мы планируем установить новый насос Д-2000 в системе оборотного водоснабжения, заменить насосы тяжелосредной сепарации, две единицы импортного производства, ну и установить оборудование для извлечения магнитной фракции с конвертного транспорта. Насосы тяжелосредной сепарации, они импортного производства. Мы их ежегодно стараемся менять. В прошлом году мы поменяли две единицы, и в этом году также две единицы насосов меняем. Сколько дней будет фабрика стоять на ремонте, и как в этот период решается вопрос с обогащением руды? В фабрике ремонтной работы запланировано 54 календарных дня. Все это предусмотрено производственным планом. Еще в прошлом году мы согласовали период ремонта. То есть в этот период обогащение руды не будет вестись. Как в ремонтный период обстоят дела с графиком отпусков работников предприятия, ведь в это время не весь персонал будет задействован в работе? Основная масса технологического персонала будет находиться в отпуске от 35 до 50%. Все, кто остался на период ремонта, будут также задействованы в ремонтных работах. Когда фабрика запустится, и планируются ли еще остановки на ремонт в 2018 году, или это только профилактические остановки? Запуск мы планируем на 7 сентября. На текущий год у нас подобных длительных остановок не планируется. Будут только еженедельные планы предприятия ремонта. Егор Иванович, Ваша трудовая деятельность тоже связана с обогатительной фабрикой номер 14. Вы начинали здесь как молодой специалист. Расскажите свой путь становления здесь как работника. Я учился в Мирненском политехническом институте. В Айхал в первый раз приехал на практику производственную. То есть на 8-ю фабрику я устроился грохотовщиком. Мне понравилось. Я 4 года подряд ездил туда работать каждое лето. Потом по окончании вуза по распределению попал на 14. Чем привлекает вас работа в компании «Алроса»? У меня устраивает все. Я по окончании школы ставил целью работать в «Алроса». Но в настоящий момент меня все устраивает. Егор Иванович, спасибо Вам, что нашли время, чтобы ответить на наши вопросы. Всего Вам доброго и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»